Музыка Напомню, что на территории Российской Федерации действует один стандарт, в котором описана схема электронной подписи. Но это на самом деле не совсем точно, потому что в 2018 году был принят государственный стандарт, в котором также описан механизм формирования электронной подписи. Но в нем описан тот же самый, по сути, механизм, и несмотря на то, что стандарта 2, механизм все тот же самый. Напомню, что наша схема подписи является вариантом схемы Эль-Гамаля. И для справки, еще одним вариантом схемы Эль-Гамаля является схема подписи ДСА и ее вариант электрических кривых ЕЦДСА, который является американским стандартом. Ни для кого не секрет, что уже долгое время наша схема подписи входит в документы международной стандартизации. Описана в международном стандарте 1488, час третья. Но в некотором смысле она была описана там не в полной форме, потому что схема подписи не реализуется без функции хэширования. И ни в одном международном стандарте наша функция хэширования не была описана ранее, до 2018 года. И в 2018 году вышла новая редакция международного стандарта, описывающего функции хэширования 10118, час третья, в которой описана наша хэш-функция стрибок для длины хэш-кода 512 и 1056 бит. Ни для кого не секрет, что наша схема подписи является достаточно хорошей и нашла свое применение в различных областях. Но вместе с тем она, по большому счету, претерпела некоторые изменения. Когда она была описана изначально в стандарте, она описана для кривых в форме Вейш-трасса. Но кривые в форме Вейш-трасса, они на практике реализуются не очень хорошо. И в 2016 году была выпущена и принята рекомендация по стандартизации. Были предложены эллиптические кривые в скрученной форме Вейдвардса, которые для практической реализации подходят наилучшим образом и позволяют ускорить процедуру формирования и проверки подписи. А теперь перейдем к перспективным областям, которые решаются с применением других механизмов. Первым представляется рассмотреть перспективную область, где ключ проверки подписи будет формироваться не по ключу подписи, а в обратную сторону. Что это может дать? Это может дать возможность использовать в качестве открытого ключа проверки подписи некоторую осмысленную информацию, которая может быть просто запомнена, а не представлять из себя какую-то последовательность БАИ. Другим перспективным направлением может быть рассмотрена возможность использования схем подписи при обеспечении анонимности лица, вычисляющего подпись, при условии сохранения доверия к самой подписи. Всплеск этого направления обусловлен появлением небезызвестных систем криптовалют, где их авторы стремятся к обеспечению анонимности их пользователей. Ну и третьим направлением является уменьшение параметров подписи при сохранении их стойкости. Вчера вот упоминалась система НСПК, где было сказано, что форматы всех данных описаны при передаче информации. И вот некоторые механизмы вызывают сомнения, и хотелось бы, например, их поменять. А что же делать, если поле фиксировано? Поэтому хотелось бы подумать о том, есть ли такие механизмы подписи, которые позволяют при сокращении параметров нелинейно сокращать уровень стойкости. На самом деле это достаточно хорошо изученное направление, и еще с 1984 года Шамир обозначил эту концепцию, где он предложил в качестве ключа проверки подписи использовать личностную информацию пользователей. Он говорил о фамилии, имя, отчестве, телефоне или адресе электронной почты. И ввиду того, что он предложил использовать личностную информацию, это направление получило название личностная криптография. Но на самом деле в текущих реалиях личностную криптографию можно расширить на использование, где в качестве субъектов выступают не просто люди, а какие-то технические средства, датчики, сенсоры и прочее. И тогда в качестве открытого ключа можно использовать их идентификаторы или серийные номера. Таким образом можно, в принципе, переосмыслить концепцию личностной криптографии и говорить о криптографии, основанной на идентификаторах. Каким же образом предлагается реализовать эту схему? Она достаточно проста. Есть некоторый выделенный доверенный участник, к которому обращаются все пользователи, у которых есть свои идентификаторы. Они передают этому третьему участнику свои идентификаторы. И вот этот доверенный третий участник, он на основе идентификатора и своих секретных параметров, известных только ему, формирует секретный ключ для пользователя. И передает этот секретный ключ обратно пользователю. При этом у доверенного третьего участника должен быть некий открытый параметр, который наряду с открытым ключом будет использоваться при проверке подписи. Теперь перейдем к тому, как можно это реализовать. Когда в 1984 году была предложена концепция, вместе с ней был предложен и первый вариант схемы. Он был основан на схеме РСА, но на практике он был нереализуем, хотя показывал возможность того, что схема может быть реализована в принципе. Еще одним направлением стало использование схемы ШНОРа. Она позволяет достаточно быстро реализовать функции вычисления и проверки подписи. Вместе с тем она отдает подпись достаточно большой длины. И третьим направлением стало направление, использующее билинейное отображение. Хотелось бы отметить, что понятие спаривания эллиптических кривых вошло в криптографию достаточно странным образом. Оно было использовано при решении задачи дискретного логарифмирования. И по сути те кривые, для которых эффективно реализуется спаривание, рассматривались с криптографической точки зрения как не очень хорошие. И, например, в нашем стандарте они в принципе запрещены для использования. Вместе с тем в настоящее время сейчас ведутся активные работы по выбору эллиптических кривых и спариваний, которые будут хорошо подходить для реализации криптографических преобразований. Так, например, уже принят международный стандарт ISO 15946 часть 5, в котором описаны эллиптические кривые, подходящие для спаривания. И ведутся работы в ETF по принятию отраслевых рекомендаций, в котором также будут описаны эллиптические кривые и спаривания. Что же касается стандартизации в этой области? Так, например, в международном стандарте ISO 14888 часть 3 описаны три личностные схемы подписи, основанные на билинейных отображениях. Также есть документ ETF в этой области. Что же касается схемы ШНОРа, она также описана в одном из документов Международной системы стандартизации. И хотелось бы отметить, что этот документ описывает легкоресурсные криптографические преобразования. То есть в данном контексте схема личностной подписи, основанная на схеме ШНОРа, рассматривается как низкоресурсная. Теперь перейдем к следующему вопросу. Это вопрос обеспечения анонимности при сохранении доверия. Один из вариантов решения этой задачи состоит в том, что есть некий набор пользователей, у каждого из которых есть свой секретный ключ. С использованием этого секретного ключа этот пользователь может выполнить подписание какого-то сообщения. Вместе с тем, при проверке, независимо от того, какой пользователь подписал сообщение, используется один и тот же секретный ключ. Тут надо разделять два понятия. Нужно ли все-таки в конечном итоге понимать, кто осуществил подпись, или не нужно. И вот если нам нужно понять, кто осуществил подпись, для этого предложено использовать так называемые механизмы групповых подписей. В этом случае выделяется некий доверенный третий участник, который обладает некими секретными параметрами, позволяющими ему по подписи восстановить идентификаторы лица, вычисливающего подпись. Если же нам не нужно понимать, кто осуществил подпись, то для этого можно использовать групповые подписи. Какие же механизмы здесь используются для синтеза таких решений? По большому счету тут тоже нет ничего нового. Используется схема РСА, используются подходы, основанные на дискретном логарифмировании и на билинейных отображениях. Эта область тоже достаточно хорошо изучена, и в принципе в ней даже есть стандартизованные решения. Так, в международном стандарте 20.008 во второй части описано 7 механизмов групповой подписи, 4 из которых основаны на билинейных отображениях. Теперь перейдем к третьему направлению. Это связано с возможностью сокращения длины подписи. Но тут на самом деле все достаточно просто. Так, схема Шнора позволяет сократить длину подписи на четверть. Это в соотношении со схемой Эльгамаля. А если рассмотреть билинейные отображения, то они позволяют создать схему подписи, длина которой в половину меньше относительно схемы Эльгамаля. И вот ведутся сейчас работы в ИЕТФ по стандартизации схемы, которая будет основана на билинейных отображениях. И теперь нельзя оставить без внимания одно важное направление, связанное с разработкой квантового компьютера. Это очень интересное и громкое направление, поскольку появление квантового компьютера, который можно будет применять, оно поставит под угрозу криптографические механизмы, которые сейчас используются. Картина стоит не так остро для симметричных примитивов, поскольку известные квантовые алгоритмы криптографического анализа, они дадут корневую оценку стойкости от текущей. Вместе с тем, для асимметричных алгоритмы будут полиномиальны, ну то есть легко реализуемы. Но надо понимать, что для того, чтобы реализовать эффективный алгоритм криптографического анализа, полиномиальный в случае асимметричной схемы, нужно иметь квантовый компьютер, в котором будет достаточно много кубит. И перспектива создания компьютера, в котором будет необходимое количество кубитов в ближайшем будущем, она, конечно, только перспектива, и реальности пока не предвидится. Но вместе с тем, все равно нужно эту область рассматривать и думать о том, что же все-таки будет, если будет такой компьютер. То есть нужно создавать механизмы, которые будут стойкие даже к этим перспективным атакам. Какие подходы здесь могут быть? Либо создать новое, либо вспомнить что-то, что было раньше использовано, но забыто. Итак, по большому счету, появилась некоторая даже новая область в криптографии, которая получила название постквантовая криптография, и состоящая в том, чтобы создавать криптографические механизмы и схемы подписи, которые будут стойки как к атакам, основанным на использовании квантового вычислителя, так и, естественно, классическим методам анализа. И вот было предложено использовать теоретико-сложностные задачи из разных областей математики. И наиболее перспективными в последнее время представляются задачи из теории решеток, теории кодирования, теории многочленов от многих переменных и изогений эллиптических кривых. Отдельно можно отметить еще одно направление, связанное с исследованием возможностей инвертирования однонаправленных функций. Об этом я скажу несколько слов отдельно. Вместе с тем, вот эти вот упомянутые математические задачи, они на самом деле, некоторые из них, уже используются достаточно давно. Можно в качестве примера привести схему Маккеллиса, для которой были предложены методы анализа. Также известна схема НТРУ, основанная на теории решеток, для достижения стойкости в которой нужно использовать параметры достаточно большой длины. И вот эти все ограничения, которые возникали при исследовании различных схем, они в некотором смысле начали тормозить эту область. Но в тот момент, когда возникла угроза применения квантового компьютера, она вдохнула вторую жизнь в эти области науки. Ну и кроме известных, стали появляться и новые. В качестве примера можно привести изогений. И вот для того, чтобы точно быть уверенным в том, что постквантовая схема подписи является стойкой, НИЗ организовал целый конкурс. В настоящее время он сейчас идет, и его участники — это схемы, которые основаны именно на этих задачах из теории математики. Основной целью конкурса является проверка того, не появятся ли новые методы анализа, которые позволят, несмотря на то, что эти задачи будут стойкими относительно квантового компьютера, не будет ли классических методов анализа. Так что относительно конкурса НИЗ будем ждать результатов. И последнее, что хотелось бы сказать, это использование однонаправленных отображений при синтезе постквантовых схем подписи. Что же здесь? Здесь на самом деле уже достаточно все понятно, поскольку любая криптографическая хэш-функция, она должна быть стойкой к возможности поиска коллизий, второго прообраза и просто прообраза. Ну то есть она должна быть необратима. То есть ее можно использовать при создании постквантовой схемы подписи. В этой области уже есть два стандартизованных решения, они описаны в документах ИЭТФ. Вместе с тем, несмотря на то, что решение 2, базовый принцип у них один. Это итеративное использование хэш-функции. Очень важно, что этот базовый принцип, он инвариантен относительно хэш-функции, которая будет использоваться. То есть по большому счету, при создании постквантовой схемы подписи можно использовать и нашу хэш-функцию стрибок. И вот в заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что наша схема подписей достаточно хорошо изучена, нашла свое применение в различных отраслях, важно держать руку на пульсе новых исследований, которые должны быть связаны как с новыми областями применения, так и с новыми угрозами. Вопросы, пожалуйста, коротко. Да, Антон, спасибо большое за такой интересный доклад. Милузов, Антон, Инфотекс, Траст. У нас сейчас обсуждаются широко организационные вопросы решения проблем подписей юридических лиц, физических лиц, как совместить подпись директора и полномочия. Мне кажется, что в этом смысле перспективный механизм именно групповой подписи, потому что решит задачу на базовом математическом уровне, а не на организационном и каком-то более высоком. Что вы думаете по этому поводу? Каковы перспективы стандартизации и вообще применения в таком ключе? Вот в стандарте, который ИСО, там узкоспециализированные, конечно, решения описаны, то есть каждая организация, которая выходила с предложением, она просто решала узкоспециализированную свою задачу и занималась вопросами стандартизации. У нас исследование именно в этой области особо не ведется. Есть исследования в других областях, но части групповых, кольцевых вещей, они у нас как бы не очень. Во-первых, мнение насчет вопроса групповых подписей. Действительно, сейчас и в ИТФ, и ИСО обсуждаются массово. Толчком все-таки стало здесь вопрос, связанное и произошедшее со стороны блокчейнов, так как возникает вопрос возможности подтвердить операцию, по сути, группой, иногда зачастую не разглашая, кто именно подписывал. Наверное, все-таки, что касается наших проблем, скажем, отраслевых наших, то от аудита того, кто именно подписывал, зачастую бывает только лучше. А вопрос у меня или, наверное, комментарий следующий. Понятно, что в коротком докладе, тем более на конференции, хеофорум, не все нюансы логичны рассматривать в докладе, но всего уже один короткий вопрос, как ваше мнение, как стоит лучше под квантовой подписью обходиться с проблемой сохранения состояния и работой с примитивом, который жестко требует однозначность уникальных состояний при работе? — Какие из тех подходов, что сейчас в ВТФ есть по гибридным моделям, когда состояние существует витвиться, дублируется на виртуальных машинах, чтобы была возможна работа? Есть ли здесь какие-то новые мысли или пока скорее идет анализ существующих? — Наверное, речь идет о существующих пока, про новые. Надо со существующим разобраться. — Может быть, подумать. Вопрос-то на самом деле, информация, которую Антон Михайлович нам представил, она требует серьезного осмысления с разных сторон, поэтому давайте подумаем. Хорошо, спасибо большое вам еще раз. Благодарим. Продолжение следует...